Встреча с Олегом Попов От тех передач просветительских, которые мы на протяжении длительного периода проводим, зависит порой судьба многих людей или их благосостояние. Приятно, конечно, слушать, когда человек говорит, знаете, вот у меня все получилось, вы подсказали, я не попал в сложную ситуацию. Но ситуации, в которых попадают люди, если брать там по сезону, достаточно много. Ясно, что сейчас на дворе у нас гололед и наибольшее количество звонков, что делать, если с крыш там сосульки не сбивают или человек, извините, пошел с мусорным ведром к контейнерной площадке, упал, сломал себе руку или ногу. И начинаешь объяснять, нужно сделать то, нужно сделать все. Но чтобы избежать подобного, во многих случаях, как мы с вами рассказываем, что необходимо требования предъявлять, в том числе не по телефону, писать о том, что вы можете предъявить соответствующую претензию или иск, если у вас не будут убирать придомовую территорию. Потому что вы, как потребитель, имеете право на качественные и безопасные услуги, в том числе по уборке вот этой придомовой территории, которая порой не под скребок убирается, не посыпается. Сейчас вот большое количество жалоб улица Коломенская, улица Комбайновая. И если смотреть за территории, которая прилегает к префектуре Московского района, работники которой должны, собственно, следить за состоянием подобных дорог и улиц и тротуаров на территории Московского района города Рязани, то тоже состояние не афти какой. Поэтому упор делать на то, что не всегда мы, как потребители, можем что-то менять. Вместе можем использовать закон, предъявлять требования и добиваться желаемого результата. Если ты не стучишься, то ничего и не получится. Если ты не применяешь закон, закон работает, когда он применим. И многие, кто не верит, я их разочаровываю. И вы знаете, вы не верите, почему? Вы когда-нибудь пользовались? Нет, я что-то слышал, у меня кто-то из соседей пытался там вот по той же коммуналке, по тем же тарифам, о которых мы сейчас будем говорить, изменить. Нет, как с него драли там три шкуры, так и дерут. Плавно переходя на тарифы, самая, наверное, тема коммунальная, увеличение стоимости оплаты за отопление, за горячую воду, как, что и почему, люди задают вопрос. А кто вправе устанавливать тарифы на горячую воду, на отопление? Очень много обращений от жителя дома 28 по улице Комбайновой, которые готовы провести общее собрание и выставили определенные тарифы, которые якобы будут принимать общее собрание ТСЖ. Для жителей дома номер 28 по улице Комбайновой и других. Хочу сказать, что это не прерогатив общего собрания и не решение управляющей компанией о повышении тарифов. Решение принимается региональной энергетической комиссией Рязанской области, которая регулярно, с определенной периодичностью, пересматривает эти тарифы. Публикуются они в газете «Рязанские ведомости», где указано в вашем доме, допустим, закрытой системы теплоснабжения. Вот у вас такой тариф. Открытая система теплоснабжения стоимость будет такова. Но самое простое, с чем сталкивается человек, ему выставляют счета, где увеличены тарифы для домов, которые применимы для домов, где не стоят тепловые счетчики. То есть для муниципального жилья, допустим, пятиэтажки, которые не оборудованы счетчиком тепла. Там завышенный тариф, там большие теплопотери, поэтому люди платят больше. Но когда у новостройки человек по завышенным тарифам почему-то начинает платить и не учитывается в дальнейшем, что все-таки, извините, стоит в подвале, там в тепловом пункте вот этот прибор у чего-то, по которому должны ежемесячно, ежедневно смотреть, какие показатели температурные, какого давления там и так далее. И в дальнейшем должен делаться перерасчет. Этот перерасчет не делается. Это массовое явление в Рязани, в Рязанской области и в Российской. Федерации форумы в интернете, в частности там, как воруют в ЖКХ, пестрят примерами, когда переплата составляет жильцов там от 10 до 30 тысяч за отопление и за горячую воду за три года. И люди предъявляют требования в досудебном порядке или в дальнейшем обращаются в суд, либо ТСЖ или управляющая компания эти деньги не возвращает. Вот здесь мы видим массовые нарушения прав потребителей, если говорить о Рязани, потому что звонков достаточно много. И не только пример вот этого дома 28 по улице Комбайна говорит, что не все благополучно. Либо в бухгалтерии, либо в подходе и информировании самих жильцов данного дома о формировании тарифов, которые, напомню, должны устанавливать региональная энергетическая комиссия. Олег Николаевич, вообще зима это всегда самый капризный, самый проблематичный сезон. У нас снег с крыш, сосульки с крыш, машинам скользко, люди падают. Но давайте, наверное, поговорим по обращениям вот здесь, по травмам. Наверное, мне кажется, это сейчас до сих пор актуально. По данным медицинских учреждений, у нас несколько тысяч человек становятся временно нетрудоспособными в городе Рязани в этот период. Кто-то получает вывихи, кто-то переломы, но не все люди знают о том, что они могут предъявлять соответствующие требования тем организациям, на балансе которых стоит либо придомовая территория, как в случае, допустим, вы проживаете в многоэтажном доме, и вы платите в том числе за содержание жилья, которое предусматривает уборку придомовой территории, контейнерной площадки, освещение, влажная уборка лифтов. То есть все входит в то, что вы платите, проживая в этом квартирном доме. Это одно. То есть можно предъявить вашему ТСЖ или управляющей компанией. Второе. Падение произошло, допустим, на остановочном павильоне. За некоторыми остановками отвечают те организации, которые порой арендуют различные торговые киоски, либо это транспортные организации, которые должны об этом сообщать, что ответственны за вот этот пятачок, где вы хлопнулись, такая контора. Но это, я думаю, делается умышленно. Люди об этом не знают, кому требования предъявлять. Как поступить? Очень просто. Хорошо, если у вас будут свидетели этого падения, которые в дальнейшем вам помогут доказать, где это все произошло. И вы предъявляете требования, сначала получив информацию из администрации города Рязани, указав, что тогда-то я получил травму, прошу проинформировать, какая организация несет ответственность за стержание. Остановочного пункта, тротуара, я не знаю, там, ярмарки, выставки, рынка и так далее. Вы получаете информацию. Так же происходит, когда случается ДТП, если сложно определить, кому принадлежит открытый люк, куда упала ваша машина и оторвало колесо. Здесь, опять-таки, можно выяснить путем запросов, или тот же инспектор ГИБДД, который выезжает, при составлении схем, он указывает, на каком расстоянии был этот люк. Потому вспоминается один из примеров, когда на одном из участков было сразу четыре люка открыто. Их воруют, это понятно, сдают в металлолом, но тем не менее, вот в какой люк ты попал? Здесь у тебя, допустим, теплотрасса находится, здесь связист, а здесь еще кто-то. Поэтому человек должен знать, кому предъявлять претензии. Если в досудебном порядке ты организация, которая несет ответственность за причинение вреда вашему здоровью или вашему имуществу, как в случае с автомашиной, то вы в дальнейшем обращаетесь в суд по месту нахождения той организации. Если к администрации города Рязани, то, милости просим, при цене иска до 50 тысяч рублей, вы обращаетесь к мировым судям советского района. Свыше 50 тысяч в советский районный суд города Рязани. В данном случае это уже компетенция, которую будет разбирать федеральные судьи советского района города Рязани. А если не в люк, колесо попало, если в яму, тот же алгоритм? Яма или что-то случилось, там бывает колейность так называемая, лед у нас, который вызвал дорожный транспорт. Было несколько примеров, когда я, в частности, вел дело. Троллейбусы, три иномарки нужно было разбирать. 31 декабря врезались они на перекрестке Циолковского и улицы Электрозаводской. И кто виноват? Что здесь привлекал специалист, так называемый эксперт Тросовых, который давал понять, при какой массе, при какой скорости, при каком состоянии дорожного полотна, кто в кого врезался при этой схеме происшествий. Поэтому без экспертизы сложновато доказать, кто виноват и кто должен платить. Вы сказали про парковки. В данном случае автостоянки. Это тоже проблема та еще, поскольку не всегда своевременно очищают. И люди, которые приходят за машиной, видят, что машина разбита или крыло там оцарапано. Кто виноват? Иногда ответы парковщиков, это вот прям для журнала «Крокодил», который раньше был. А мы вам, собственно, не должны охранять вашу машину. Мы вам даем в аренду кусочек асфальта, который вы сами должны чистить. Извините, а где договор, где написано, что я должен все это делать? Во-первых, данные услуги регулируются правилами оказания услуг автостоянок. Данное правило принято в соответствии с законом о защите прав потребителей, где говорится, что услуги должны быть качественные и безопасные. И там же указаны в правилах к закону, что в случае причинения вреда при оказании некачественных услуг, вы вправе требовать полный размер возмещения вреда. Олег Николаевич, я думаю, что пожелание рязанцам нужно какое-то озвучить, чтобы они боролись за свои права. Чтобы они знали, куда им идти. Многие считают, что если ты не читаешь ни газет, ни журналов, не смотришь ни телевидение, ни радио, то есть живешь как бы в своем коконе, что у нас государство не правовое, законы не работают. Мне вот сосед сказал, что лучше не связывайся. Применяйте законы, тогда у вас будут реальные права, которые вы будете отстаивать и выглядеть достойно. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли в нашу студию. Всегда готов помочь. Я лично очень рада вас здесь видеть. Заходите к нам еще, и мы к вам обязательно приедем. До свидания. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова